Я надеюсь, что вы меня видите и слышите. Пожалуйста, пишите, друзья. Вы видите меня хорошо в онлайн-платформе и в Фейсбуке тоже? Пишите привет, пишите, где вы, и комментируйте их, конечно, только по-русски, дорогие друзья. Хорошо? Хорошо. Так, всё хорошо на онлайн-платформе. Йоси, да, Дарьо, привет. Супер, супер, всё работает, хорошо. Как обычно, только по-русски, да, пишем по-русски, практикуем. И когда я говорю, да, пожалуйста, повторяйте, чтобы практиковать русский язык. Да, я делала уже видео на тему эмоций, но я не помню, что я говорила, поэтому, может быть, я буду повторять лексику, да, может быть, что-то новое, но это хорошая практика. У нас сегодня 35 человек, это очень много на платформе. Я думаю, я знаю, почему. Я думаю, я знаю, почему, потому что, например, я во Франции сейчас должна сидеть дома, да, и не могу выходить. Карантин, две недели. Можно, можно в магазин, ну, я не ходила ещё в магазин. Можно с собакой гулять, но у меня нет собаки. Здравствуйте, Франклин, Давиды, Химена, о, отлично. Да, можно спортом. Я каждый день 10 минут, 10 минут спортом на улице, чтобы далеко от других людей, вот, и всё. Вот, так что я думаю, что вы, как я, может быть, сидите дома, да, и это правильно, и всё будет хорошо, я уверена. Там, хорошо. Хорошо, да, новости, наши новости сегодня. Если вы в клубе «Русская дача», сегодня новый подкаст «Прогулка». Если вы не в клубе, приходите, я вижу много дачников здесь. Также в блоге у меня статья о том, как можно дома учить язык, да, если вы на карантине, и, да, вы не можете ходить в языковую школу, да, или гулять, слушать подкасты. И, да, как учить язык, чтобы помочь вам в этой ситуации, потому что две недели, может быть, больше, это, конечно, для психики, для головы трудно, да. Да, Джереми гулял с собакой два раза. Молодец, когда собака есть, это хорошо. Так, привет, Фердинанда из Италии, привет, хорошо. Да, вот, значит, блог и подкаст «Русская дача». Хорошо, наша тема сегодня – эмоции. И я хотела сегодня сделать так. Я вам скажу одну вещь, которую я люблю делать в настоящем времени, сейчас. Одну вещь, которую я не люблю делать в настоящем. И тоже в прошедшем, что было, да, одну вещь, которую я люблю делать, и одну, которую не люблю. Это будет лексика, да, лексика эмоций. Хороших эмоций, плохих эмоций. Хорошо. И потом, если будет время, еще, как мы можем сказать процесс, когда наши эмоции меняются, какую лексику мы можем использовать. И вы, пожалуйста, пишите тоже. Хорошо. Хорошо. Значит, два важных слова в русском языке, я думаю, вы знаете. Когда что-то позитивное, мы также можем сказать... Ой, у меня много алфавитов на компьютере. Положительная эмоция. Положительная эмоция. Значит, позитивная эмоция. Повторите, положительная эмоция. И негативная эмоция – это отрицательная эмоция. Да, но, конечно, есть ещё много разных типов эмоций, да, особенно японцы. У японцев очень много видов эмоций, не просто положительные, отрицательные, а много типов. Хорошо. И, пожалуйста, мы вас не видим, не слышим, поэтому повторяйте эти слова, практикуйте. Хорошо. Я сегодня подумала, что мне даёт положительные эмоции. Конечно, быть с друзьями, да, но вот сейчас я дома, не могу видеть друзей, да, может быть, вы тоже. Также, что мне даёт положительные эмоции, это, например, читать книги, да, читать новости нет, но читать книги, да, это мне даёт положительные эмоции. И что я чувствую? Что я чувствую? Ну, например, я могу сказать, я обожаю читать книги. Да, вы знаете это слово, конечно, я обожаю, я обожаю, значит, я очень люблю, я обожаю. Напишите, друзья, что вы любите, что вы обожаете. Пример по-русски. Я обожаю что? Я обожаю, например, я обожаю читать. Привет, Бики из Греции. Так, я обожаю, да, я обожаю, значит, я очень люблю. Что вы обожаете? Я обожаю. Еще я могу сказать, я получаю удовольствие, я получаю удовольствие. Это более такой уровень высокий. Дора, я обожаю малину. Малина – это что мы едим, да. Нелли, обожаю читать книгу в тишине. Да, Нелли, я тоже. Так, Филипп, обожаю играть на пианино. Так, в Фейсбуке пишите тоже, что вы обожаете. Обожаю писать красками, ходить в турпоходы, играть на органе. Вау. Расселла, обожаю играть на пианино. Так, Розе, обожаю проводить время с парнем, да, с молодым человеком. Здорово, здорово. Да, и, да, Фердинанда, я пишу в онлайн-платформе, но после конференции будет документ с этой лексикой. Хорошо? В понедельник. Хорошо. Фабьен, я обожаю гулять на природе, говорить по-русски. Да, 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 да. Хорошо. Я получаю удовольствие, да, это тоже хорошее, хорошее слово. Я получаю удовольствие, да, от, например. Я получаю удовольствие от, плюс родительный, от, 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 от чтения. Я, да. Ники, обожаю слушать музыку. Хорошо. Улерих, обожаю слушать подкасты. Хорошо. Я получаю удовольствие от чтения. То есть, когда я читаю, мне приятно, хорошие эмоции тоже. Ева, я получаю удовольствие от поездок, от путешествий. Да, очень хорошо. Сейчас, к сожалению, не так много, но... Так. О, Франклин, я читаю униженных и оскорблённых. Это книга Достоевского. Удовольствие от музыки. Да, да, очень хорошая фраза. Я получаю удовольствие от... Хорошо, что ещё? Да, мы можем сказать ещё. Я получаю позитив, я получаю энергию, я получаю много хорошей энергии. Да, от книг, например, я получаю знания. Да, я получаю знания от книг. Что ещё? Хорошие, хорошие эмоции ещё, например. Я, это, мы можем сказать, это меня успокаивает. Это меня успокаивает. Да, это значит, когда я это делаю, мне спокойно. Это меня успокаивает. Да, например, что меня успокаивает. Сейчас меня успокаивает. Да, читать и делать что-то руками. Меня успокаивает. И говорить с семьёй, с друзьями меня успокаивает. Да, хорошо. Так, и ещё очень хороший глагол, синоним. Это меня умиротворяет. Я пишу, а вы повторяйте. Хорошо. Это меня умиротворяет. Ой, извините. У-ми-ротворяет. У-ми. Это от слова мир. Да, это от слова мир. То есть у меня внутри мир, когда я это делаю. Это когда вы... Это меня умиротворяет. Да. Это значит суперспокойное. Например, сейчас карантин, машин нет. На улице шума нет. Очень тихо. И утром, когда нет шума, слушать птиц, это меня умиротворяет. То есть когда очень спокойно. Бики, я получаю удовольствие от шоколада. Я вас понимаю очень хорошо. Флорин, я обожаю смотреть хорошие фильмы. Ева, меня успокаивает в наши дни не ходить в магазины. Я понимаю. Да. Да, значит, умиротворяет. Йога меня успокаивает. Рози, меня успокаивает, когда успеваю много. Да. И хорошо писать эссе. Очень хорошо. Да, хорошие слова. Хорошие примеры. Очень хорошо. Да, то есть это позитивные, положительные эмоции. Да. У меня есть дачница Фабьен. Мы с ней говорим об этом много. Да, как не думать слишком много. Это очень важно. Да. Гладить кошку. Фабьен меня умиротворяет. Да, правда, гладить кошку. Если у вас есть кошка. Ева, меня умиротворяет не смотреть Фейсбук. Да, я понимаю. Это может быть. Так, в Фейсбуке пишите. Активные пишите. Меня успокаивает. Меня умиротворяет. Лоренц, японская каллиграфия меня умиротворяет. Да, я понимаю, Лоренц. Да, я когда пишу по-японски, 100% меня умиротворяет делать упражнения на японском языке. Так, теперь негативные. Хорошо? Отрицательные эмоции. Настоящее время. Если вы слушаете мои подкасты, друзья, может быть, вы знаете, что я ненавижу летать на самолёте. Ненавижу летать на самолёте. Ненавижу. Я знаю, что это абсолютно окей, что это не опасно. Но я просто ненавижу. Сейчас лучше чуть-чуть. Но если я должна сказать одну негативную, плохую эмоцию, для меня это летать на самолёте. Да. Мы можем сказать ненавижу. Ненавижу. Я ненавижу плохую погоду. Я ненавижу этот карантин. Я ненавижу летать на самолёте и так далее. Да. Вот. Какие ещё синонимы? Какие синонимы? Какие негативные слова, негативных эмоций мы можем ещё сказать? Кто знает? На платформе вы такие активные. Так, кто знает? Пишите в Фейсбуке. Да, как сказать ещё? Я не люблю, ненавижу. Какие синонимы вы знаете? Например, я терпеть не могу. Я терпеть не могу, я терпеть не могу, я терпеть не могу, когда люди опаздывают. Я терпеть не могу, когда люди опаздывают на 30 минут, например. Так, хорошо. Ещё, конечно, негативный глагол – это боюсь, да, я боюсь. Так, это тоже очень негативная эмоция, да, я боюсь. Я боюсь летать. Это так, я знаю, что это плохо. Чего вы боитесь, дорогие? Так, Фабьен, мне неприятно. Да, мне неприятно – это хорошо, это не очень сильно. Да, например, мне неприятно, когда ты чихаешь и не моешь руки. Очень актуально. Мне неприятно, когда ты чихаешь и не моешь руки. Это значит, мне это не нравится. Да, меня раздражает, да, хорошо, мне не нравится. Да, да, это очень интересные нюансы. Мне надоело, Эндрю написал, мне надоело. Мне надоело – это, да, это хорошо, но это значит, что кто-то делает что-то очень часто, и вам это не нравится, да. Но часто люди, которые говорят по-английски, они это используют, слово, но в неправильном контексте. Например, мы не можем сказать «мне надоел мой президент», «мне надоел президент». Да, это значит, что президент вам звонит каждый день и говорит «хочешь выпить кофе вместе?» Это значит, он мне надоел, да. Но мы не можем сказать «а, он говорит глупости, он мне надоел», это не очень правильно. Хорошо. Так, Джереми, я боюсь ос. Ос – это… Да. Рози, не боюсь пауков, паук это, так, да, хорошо, что еще, можно сказать, хороший глагол сейчас актуальный тоже, так, Флорин, я боюсь встретиться с медведем, я очень понимаю вас, да, встретиться с медведем, с гризли, Денис, я терпеть не могу, когда много людей в лифте, Денис, это только сейчас или вообще вы не любите много людей в лифте? Так, кто еще, я боюсь, так, хорошо, еще актуальный глагол, это я избегаю, хороший глагол, я избегаю, если вы в Фейсбуке, вы потом можете почитать лексику по мейлу, я вам напишу, и в Фейсбуке. Я избегаю, например, я избегаю выходить на улицу, хороший глагол, я избегаю выходить на улицу. Значит, я делаю это, но предпочитаю не делать, лучше не делать это, да, я избегаю выходить на улицу. Например, сейчас я избегаю, я избегаю ходить в магазин, я могу, но я избегаю, мы купили много продуктов, как все. Да, Бики, я ненавижу эту ситуацию, я не люблю карантин, да, я понимаю, друзья, пишите все ваши негативные эмоции об этом карантине здесь, как терапия коллективная. Терпеть не могу карантин, ненавижу этот карантин, да, но потом жизнь для вас будет прекрасная. Сидеть в кафе, на террасе вы будете как что-то уникальное, да, эмоции будут сильнее. Так, избегаю. Хорошо. И конкретно, конкретно, когда, например, я в самолете, да, как я себя чувствую? У меня, например, бьется сердце, это когда очень у вас стресс, да, сердце бьется, бьется сердце, сердце бьется, да, это такое, как ваше тело это говорит, сердце бьется. Это может быть тоже романтичное слово, да, но в этом контексте, да, это немножко как стресс, сердце бьется. Когда я читаю новости, у меня сильно бьется сердце. Винсен, я ненавижу не иметь возможности встретиться с моими друзьями, то есть, да, когда я не могу встретиться с друзьями. Винсен, мы делаем WhatsApp и Skype конференции. Завтра мы будем, у меня есть две подруги, и мы будем вместе по Skype пить вино. Такой вариант, да. Так, да, Дора в онлайн-платформе, буквы синие, я знаю Дора, я буду над этим работать. И тоже, кто написал, Дора написала «меня бесит», да, «меня бесит». О, друзья, это очень хорошее слово «меня бесит». «Меня бесит» – это неформальный глагол, да, то есть, если вы говорите с вашим начальником или с бабушкой, например, вы не можете сказать «бабушка, меня бесит, меня бесит твой свитер». Нет, конечно, это неформально, да, но, например, если соседи делают ремонт, вы можете сказать «меня бесит этот ремонт», да, «меня бесит». Хорошо, это настоящее время, сейчас, но как можно, что можно сказать о позитивных эмоциях, когда это было, было, да, что можно сказать? Ситуация из моей жизни, когда мне было 30 лет, когда мне исполнилось 30 лет, сейчас мне 33, но когда мне исполнилось 30, мои друзья мне подарили путешествие, поездку во Флоренцию, потому что они знали, что я давно хочу и подарили мне путешествие, поездку во Флоренцию. Это была моя мечта. Да, когда-нибудь я опять туда поеду. И что можно сказать, какие позитивные эмоции можно сказать? Я удивилась. Какой сюрприз! И если это позитивно, я обрадовалась. Если вы мужчина, да, я обрадовался. Я обрадовался. Да, пишите ваши примеры. Например, когда я получил подарок, когда я получила подарок, я обрадовалась, не обрадовался. Например, когда я увидела, что сегодня так много людей на конференции, я обрадовалась. Не удивилась, но очень обрадовалась. Это позитивная эмоция. Если максимум, 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 суперэмоция, очень хорошее слово, это я была, или я сейчас, или я был, я был, я была в восторге. Восторг. Восторг значит суперсильная эмоция. Я была в восторге. Ну, например, когда я была в восторге. Ну, вот когда я получила этот подарок, я была в восторге. И когда я первый день была в Киото, в Киото, в Токио тоже, но когда я была в Киото, я была в восторге от этого города. В восторге от. Да? Можем писать, о, я в восторге от этого автора, например. Например, сейчас я читаю книгу по психологии Андрей Курпатов, автор. И книга «Красная таблетка». Я просто в восторге от этого автора. Я в восторге. Нелли, я в восторге от твоих подкастов. Спасибо. Я обрадовалась хорошим результатом старшей дочери. Очень хороший пример. Да? Так. Хорошо. Что ещё? Я была, я был, я была благодарна. Плюс дательный. Я был благодарен. Это значит, я хочу сказать спасибо. Я чувствовала, что спасибо, спасибо. Вы сделали для меня что-то хорошее. Да? Я благодарна, я благодарна друзьям. За подарок. Я благодарна друзьям за подарок. Фейсбук. Вы почему такие пассивные? Пишите, пишите. Да, примеры, пишите примеры. Так, я благодарна друзьям за подарок. Я в восторге от подарка, например. Так, пишите, друзья, ваши примеры. Да, я знаю, что на онлайн-платформе это новая версия, и текст очень цвет неудобный. Я знаю, мне нужен другой дизайн. Я надеюсь, в следующий раз будет лучше. Извините, мне тоже не нравится. Так, я в восторге от... Я благодарна от... Я благодарна кому? Кому? Что ещё? Я влюбилась в... Да? Я влюбилась в... Во что-то. Например, я влюбилась во Флоренцию. Я влюбилась в Москву, да? То есть, любовь. Не было любви, не было этих эмоций, а сейчас есть. Нелли, я благодарна подругам за поддержку. Очень хорошая фраза. Да, очень хорошая фраза, да. И... Да, да, сейчас... А, я не знаю, как в вашей стране, но в Париже, где я живу, сейчас есть традиция вечером, в 8 часов вечера, люди, все люди, они стоят в окне или на балконе, и они аплодируют врачам, потому что сейчас такая ситуация, врачи работают очень много, да, у них стресс, у них, да, очень трудная работа, да. И люди аплодируют, потому что они благодарны врачам. Благодарны врачам. Так, Флорин, я влюбился в город Львив. Хорошо, Львив, Львов. Бики, я была в восторге, когда получила тестирование по русскому языку. Уровень C1, вау! Бики, C1, это очень хороший уровень. Фуат, я влюбилась в Петербург, да. Да, Лоренц, благодарен тебе за подкасты, спасибо, Лоренц. Я благодарна, что вы слушаете, и вы на русской даче тоже, да. Хорошо, я благодарна. Значит, да, мне сейчас очень нравится эта традиция. Люди аплодируют врачам, врачам. У меня есть подруга, она не врач, но она работает в аптеке, она аптекарь. И, например, она должна дезинфицировать свои руки после каждого клиента. И у неё в один день 900 клиентов, 9.00. И её руки, они все белые и сухие от дезинфекции. И, да, это очень... Я не знаю, как сказать эту эмоцию. Это очень грустно, но также я восхищаюсь ей. Да, это хороший глагол. Я восхищаюсь ей. Да, мы можем сказать, да, она делает свою работу, это её работа. Но это трудная работа сейчас, да. Ева, я влюбилась в Исландию. Винсент, эта традиция началась в Италии. Да, интересно, да, Италия... В Италии трудная ситуация, да. Рози, я благодарна, что нашла квартиру с дешёвой арендой. Хорошо. Шанталь, почему она не одела перчатки? Не знаю, надо спросить. Не знаю. Фердинанда, я благодарю за помощь моего друга. Тоже хорошо. Херо Киро, я благодарен знакомству с тобой. Спасибо, я тоже. Аяна, я благодарна. Да, медсёстрамма, да, это дательный. Медсёстрамма и медбратьямма. Хорошо. Так, отлично. Вот, это такие позитивные эмоции. Хорошо. Теперь негативные эмоции, если мы говорим о прошлом. Ну, например, у меня, у меня, тьфу-тьфу-тьфу, не так много негативных эмоций. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, например, у меня была ситуация, когда у моей бабушки был инсульт. Да, инсульт – это проблема со здоровьем. Она уже не молодая, конечно, и это нормально, но, конечно, всегда грустно, да, когда у семьи, у родственников проблемы со здоровьем, у неё был инсульт. И что мы можем сказать? Сейчас ей лучше, она играет в карты. Вот, но что мы можем сказать? Например, когда я узнала, что у бабушки инсульт, я расстроилась. Я расстроилась. Это очень хорошая лексика, потому что обычно мы знаем слово «грустно». Я грустный, я весёлый, да, и всё. И это, эти слова, они не всегда хорошо, не всегда подходят в ситуациях, когда у нас эмоции. Когда мне грустно, когда мне было грустно, мы говорим «я расстроилась». Я расстроилась, я расстроилась. Конечно, например, мой муж планировал путешествие в... куда? В Бельгию? В Бельгию. Нелли, я знаю, из Бельгии. Он планировал путешествие в Бельгию, и он... Он аннулировал путешествие. Он, конечно, расстроился, да. Но это жизнь, да. Я расстроилась, я расстроился. Но это не очень, не очень страшно. Я расстроился. Когда у нас стресс, да, мы говорим «я беспокоюсь». Я беспокоюсь. Я беспокоилась. О ней, например. О ней. Я беспокоюсь. Повторяйте. Повторяйте. Я беспокоюсь. Я беспокоилась о ней. Да, то есть сейчас мы все беспокоимся о наших пожилых людях. Да. Вот. Так. Тоже мы можем сказать «я переживала». «Я переживала» за её здоровье. «Переживала» – это более сильно, да. Это «переживаю», «я переживаю». Это более сильно, чем «я беспокоюсь». «Переживаю» – это сильная эмоция, негативная. Но это значит, что вы человека любите, да, и поэтому такая эмоция. Дора, я нервничала. Хорошо. Тоже, да. Ева, я беспокоюсь о будущем. Я понимаю, Ева, но не думай о будущем. Думай. Не думай о будущем. Лучше думать о... Что будет сегодня вечером на ужин или по телевизору. О будущем лучше не думать, я думаю, сейчас. Так. Что ещё? Мы можем сказать «я волновалась» тоже. «Я волнуюсь». «Я волновалась». «Я волновался». Вы знаете, волна – это на воде так. Вы знаете, на воде волна, море. И это как метафора наших эмоций, да. «Волнуюсь». Наша эмоция не так, а как волна. «Я волнуюсь». «Я волновалась». «Я волнуюсь», «когда он мне не звонит два дня», например. Так. Что ещё? Мы можем сказать такое слово. Это не глагол, это тоже полезное слово. «Испытание». Хорошее слово. «Испытание». Кстати, по-английски я не знаю, как сказать это слово. По-французски испытание – это как «prouve», да. То есть это как тест, но не тест, что мы знаем, да. А это тест для наших эмоций, для нашего характера. Это испытание, да. Испытание, значит, как что-то трудное, как тест для нашего характера. Сейчас, я думаю, изоляция, самоизоляция, самоизоляция – это испытание для людей. Мне интересно, друзья, я не знаю, откуда вы, но я в карантине только три дня. Сейчас нормально, но сейчас нормально, потому что я живу, как обычно, дома работаю. Ну, например, завтра суббота, а в субботу обычно я иду гулять, слушаю подкаст. И я думаю, что в выходные самое трудное, наверное, да. Сколько вы уже дней в карантине, если вы в карантине? Если вы не в карантине, то... Так, я переживала за здоровье моей мамы, да. А, Andrew, trial, да, испытание, да. То есть можно так сказать? Интересно. Винсен, я беспокоюсь о людях, которые сейчас не остаются дома. Да, особенно если они, например, должны работать, Винсен, да. Потому что если они просто идут гулять, и они молодые, может быть, это не страшно, но... Если они не хотят болеть, но должны работать, да, это... Денис, я переживаю за здоровье родителей, да. Рози. А, испытание, challenge, да, это хорошее слово, думаю, да. Хорошо, дорогие друзья, я тоже обычно дома работаю. Так, дорогие друзья, напишите, что вы сейчас чувствуете? Что вы сейчас чувствуете? Джанг, да, испытание для людей, да, испытание для людей, которые... Да, для людей, которые болеют или которые дома должны сидеть. Это не так, конечно, страшно, как болеть, да, но... Чарльз, волнуюсь за отца, он в больнице у Чарльзу. Я вам желаю здоровья вашему отцу. Так, Ева из Венгрии, можно гулять, мы каждый день ходим, да. Так, Ева, ну, Ева, ты живешь в небольшом городе, да, и я думаю, что ты ходишь в лесу, гуляешь, да. Так, в Фейсбуке, что вы сейчас чувствуете? Волнуетесь? Можно сказать, я волнуюсь, я беспокоюсь, я не волнуюсь, да. Я уверена, что все будет хорошо. Денис не слышит меня, почему? Все нормально должно быть, да. Да, хорошо. Хорошо, дорогие друзья, давайте теперь еще лексика. Как наша реакция на какую-то ситуацию может меняться? Как реакция меняется, как эмоции меняются? Так, Джереми, мне грустно, потому что я должен сидеть дома. Пейдж, мне скучно сидеть дома, я хочу делать упражнения физические, я понимаю. Я чувствую плохо из-за вируса, потому что мы не можем гулять с друзьями, да. Чанк, я сейчас голоден, мне нравится. Так, Бики, я испытываю грусть. Испытываю, это очень хороший синоним, да, чувствую. Так, Нелли, два подростка в доме, у которых экзамены – это настоящее испытание. То есть у Нелли дети, им сколько лет, 15, да, 16, у них экзамены, и они дома всегда, это, конечно. Да, Ева гуляет на улице. Ева в Венгрии, да, нет карантина еще. На улицах кричим друг к другу на дистанции, понятно. Дорогие друзья, ну, я читаю только негативные эмоции. Вот Дора позитивно, это не скучно. Можно много читать и смотреть, но не телевизор, да, это правда, можно... Джеймс, Джеймс, закрой дверь, пожалуйста. Можно много узнать дома, да, поэтому, друзья, я написала в блоге, да, как можно учить язык дома, например, смотреть сериалы, слушать подкасты, делать упражнения. Это хорошо для настроения. Хорошо, и мы говорим с вами об этой эпидемии, об этом карантине. Да, всем здоровья хорошего. И давайте посмотрим, как мы можем говорить об эмоциях, которые меняются. Например, я говорю о себе. Когда я прочитала эту новость о вирусе страшном, я сначала испугалась, да. Я испугалась, если вы мужчина, я испугался. Это интересно, потому что это глагол бояться, испугаться. Очень разные глаголы, да. Это, например, читать, прочитать, делать, сделать. Но бояться, испугаться, да, очень разные. Первый раз сначала я испугалась, потому что мы ничего не знали об этом, да. Ау, страшная эпидемия. Так, Эндрю. А, хорошо. Франклин, ты поешь на балконе? Франклин, пока нет, только три дня, но думаю, что в понедельник буду петь на балконе. Так. Фердинанда очень хорошая. Я озабочен ситуацией. Это очень хорошее. В Италии, конечно, я понимаю, да. Озабочен ситуацией. Это очень хорошее слово. Это значит... Озабочен. Это значит... Мне кажется, ситуация серьезная, но я не паникую, я просто думаю много, да. Я озабочен ситуацией. Хорошее слово. Я напишу. Спасибо, Фердинанда. Я озабочен ситуацией. Да, значит, да, сначала я испугалась. Потом я читала и я прочитала, а, да, это в Китае, Китай это далеко, да, и тоже умирают люди немолодые. Конечно, это очень плохо, очень плохо. Но я подумала, а, Китай далеко, и я немного успокоилась. Успокоиться значит более спокойно. Я успокоилась, я успокоился. Я думаю, что вы понимаете, да, вы знаете, что все было очень быстро, очень все было быстро, да. Потом, когда я читала про китайцев, в Китае люди сидят дома, и эти аппараты и дроны, которые им говорят, вы должны вернуться домой. Это очень хороший глагол. Я сочувствую людям. Это очень хороший глагол, дорогие друзья. Сейчас сочувствую. Я сочувствую, значит, я понимаю, что вам трудно, и я с вами, моё сердце с вами, мои эмоции с вами, да. Тревор из США. Извините, что написал Тревор? Тревор, я считаю, что мы будем в режиме изоляции завтра. Эрик тоже. Эрик, не бойтесь, не бойтесь. Тревор, тоже не бойтесь. Всё нормально будет. Так. Да, я сочувствую. Сочувствую – это очень хороший глагол. Это значит, я понимаю, что вы чувствуете, и я это чувствую с вами. И это тоже очень хороший глагол, просто когда человек вам пишет, например, у меня подруга, у неё дети, да, и сейчас она дома, дома она, муж и двое детей, да. И они могут работать, но они не могут работать, потому что дети бегают и хотят внимания, да. И когда она мне написала, она написала, я не могу работать, я ей написала, сочувствую, сочувствую. Это очень хороший глагол, это когда человек говорит, а, у меня проблемы, и вы не можете ничего сказать, вы не можете сказать, а, всё будет хорошо. Тревор, в США все покупают пистолеты. Почему? Почему пистолеты? Мы здесь покупаем туалетную бумагу. А почему вы покупаете пистолеты? Страшно. Зачем? Не надо, не надо. Хорошо, значит, я сочувствую, сочувствую, значит, я понимаю, это чувствовать, и со, значит, вместе, сочувствую. Это идеальный ответ, когда человек говорит о своих проблемах, да, потому что иногда мы не хотим совет, мы не хотим рекомендации, просто хотим, чтобы человек сказал, а, я сочувствую, очень хорошее слово. Почувствую. Потом я опять успокоилась, я подумала, а, в Китае карантин, всё нормально. Успокоилась, успокоиться, да. Так, потом я опять испугалась, потом я не паниковала, а, и потом я, когда нам сказали, что мы должны быть дома, очень хороший глагол, я смирилась, смирилась, очень хороший глагол, я думаю, что вы не знаете его. Это значит, я понял, я поняла, что я ничего не могу сделать. Это опять от слова мир, да, мир, значит, как, так, я смирилась с ситуацией, я смирился с ситуацией, значит, всё, я поняла, это так, это так, и я ничего не могу сделать, буду жить так, да, то есть, например, мы можем сказать, соседи шумят каждый вечер, первый раз я сказала, хватит, второй раз я сказала, хватит, и потом я смирилась, то есть, что поделать, это жизнь, да. У Эрик, это ответы, вопросы про пациентов в России я не знаю, я не знаю, я не специалист. Да, Нелли, смириться, это совершенный вид, это второй вид, да. Но обычно мы говорим всегда совершенный вид, потому что это уже как результат всегда почти, да, всегда результат, я смирилась с... Так, хорошо, хорошо, друзья, ну вот, такая немножко конференция грустная получилась, нет, я надеюсь, что не очень, да. Но я хочу сказать, что вы видите, если в вашей стране ещё нет карантина, что карантин – это не страшно, да, можно дома, если вы, конечно, если вы одни, это грустно, если, наоборот, много людей, тоже тяжело, но надо смириться, да, смириться, значит, сказать, смириться, значит, сказать «это так», да, делать домашние дела, я сделала красивый большой шкаф, завтра буду книги, книги сортировать и по категориям, учить язык. И одна моя подруга сказала, она психолог, и она сказала «ой, плохо, будет меньше контактов между людьми», да, но я должна сказать, что сейчас у меня больше контактов с людьми, потому что каждый день я говорю или с папой, или с друзьями, и мы пишем друг другу «как у вас дела?», «сочувствую». То есть в результате, может быть, это, тоже хорошее слово, это, может быть, пойдёт на пользу, пойдёт на пользу, значит, может быть, будет что-то хорошее из этого, да, конечно, не для людей, которые в больнице, конечно, нет, но, может быть, наоборот, будут, когда друзья друг другу помогают в трудных ситуациях таких, потом, может быть, дружба будет лучше, как вы думаете, дорогие друзья. Поэтому не волнуйтесь очень сильно, не думайте слишком много о будущем, делайте упражнения по русскому языку или по другому языку, это очень помогает. Вот я вчера, мой учитель мне дала 10 фраз, и я сделала все 30 фраз, потому что я начала, и это так хорошо для головы, так успокаивает, умиротворяет. Да, и интернет работает, Фабьен написал, интернет работает, поэтому мы не совсем изолированы, да, а сегодня мой муж курил сигару с другом по скайпу. Друг тоже курил сигару. Вот, так что да, дорогие друзья, вместе будем общаться. Если вы не посмотрели всю эту встречу, в Ютубе в понедельник, я думаю, будет видео, а будет документ с лексикой, вы можете еще раз посмотреть, повторить. Спасибо, что пришли, и я думаю сейчас делать больше таких встреч, потому что, мне кажется, это хорошо говорить, да, и тоже видеть вашу реакцию. Вот, спасибо, что смотрели. Что еще? А, да, я сейчас готовлю курс по грамматике, если вам интересно, по глаголам движения, будет 6 онлайн-лекций. Вот, тоже, думаю, в понедельник, во вторник я вам напишу. Оставайтесь позитивными, хорошо. Сидите дома, если можно. Спите хорошо, очень важно. Я сейчас читала книгу интересную про сон, как это важно, да. Вот, и я понимаю, что дома сидеть – это очень неприятно, но вы можете подумать, что это для других людей, чтобы у них не было, да. И тоже для экологии хорошо. Самолетов нет, машин нет. Вот, воздух для атмосферы. В общем, нужно написать позитивные пункты, да. Спасибо большое. Всем спасибо, Дарио, Нелли, Беттина, Эрик. Большое спасибо, что смотрели. Я вам желаю положительных эмоций. Спасибо, Шанталь, да. И до скорого, дорогие друзья. Пока-пока, до скорого.